Продолжение следует... 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 Ну и вот персонаж, который до снайпера будет быстро добегать с помощью как минимум блинка, это Queen of Pain. И четвертый пик от команды Just One Team. Пять секунд основного времени, но дополнительного еще достаточно. Можно в принципе подумать. Здесь вроде более-менее все понятно. Аппарат с шейкером в саппортах, снайпер либо медовый, либо кэрри. Остает брать еще оффлейна и еще одного коргероя. Зеус. Зеус. Дайр-тен-бан. Зеус. Зеус. Дайр-тен-бан. Зеус. 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 Дайр-тен-бан. aldox. И пятый герой в копилку команде Crossroad. Везерное время идет, полторы минуты еще есть. Лон Друид. Пятым пиком. А, в ответ Брудмазер. Ну что, в итоге Винга, Феникс, Вайпер, Квапа, Лон Друид от команды Crossroad. Ancient Operation, Шейкер, Снайпер, Зевс и Брудмазер от команды Just One Team. Героев сейчас всех разберут и игра, соответственно, начнется. Ну и что, пошла и та и другая команда на рунку. Бруда, наверное, не пойдет. Пока тусуется в миде. А здесь, в смоках, ребята окажутся быстрее. Ну и такой довольно дефолтный мув. Заходят, ныкаются на Рошане. Вард здесь все видит. Если кто-то пойдет за рункой, то, скорее всего, погибнет. Нужно аккуратно здесь действовать. Медведи всем видом показывают, что он один только контролирует руны. И Шейкер, наверное, сюда даже не пойдет. Ну и да, вынужден отсюда уходить. Естественно. Разбредаться по лайнам. Вайпер с Фениксом стягиваются вниз вместе с Вингой. Это будет триплав сложный. Медведь на топе и в миде Квапа. Против Зевса. У команды Кроссроуд. А у команды Just One Team на топе Брудмазер. Аппарат на боте. Шейкер. И снайпер фармящий. Ну и что, посмотрим. Первые, скорее всего, какие-то агрессивные действия будут именно здесь. Но не очень. Ну и очень важно взять инициативу в свои руки на ранней стадии игры. Снайпер пока, в принципе, без особых проблем мог бы Крепочка вбить. У Винги довольно небольшой рейндж стана. Плюс есть под сейв Шейкера. Фиссуркой. Да, снайпер фармить здесь может. Нашли Вард. Вард убили. Аверху Бруда заранее закупилась с энтрями. Думала, что будут ее здесь палить. В итоге пока стоит с Лондруидом. У Лондруида 4 на 0. У Бруды 2 на 0. В Миде. Клопа прыгает на Зевса. Начинает его разминать. Ну и прогнал так немного. Здесь Финга убила Вард и еще один поставила для блока спаунов. Пока отводами не занимаются, стоят на подсейве. Да, потому что если отойдут, снайпера здесь скорее всего попытаются забрать. Лондруид. Лондруид фармит свой лес. Вместе с линией. Рунку подконтролил Феникс. А на топе достанется Зевсу. У Зевса баночка уже появилась. У Клопы пока еще в стэше. Вот только она идет. Ну и 0-0. Третья минута игры. Ни одни, ни другие пока не дают повода для драк. Никто не подставляется. Соответственно все спокойно. По Крипстату в принципе более-менее ровно. Нет особой доминации также. Зевс пока четвертый левел. Ульты от Зевса пока не будет. Длижайшие пару минут. Не хотят пока ни те, не хотят ни другие. Пока просто идет стабильный фарм. Медведь здесь немножко просел. Есть новый. Вингу. Снайпер подзамедлил. Да, вот Винга хочет схватить кого-то. Но в итоге просто получает от снайпера. В миде Зевс делает фрешбат. Пропустил я это, к сожалению. Как он это сделал? Непонятно. Сам фуловый. Но фрак таки забирает. И это 1-0. На четвертой минуте Зевс открыл счет. Имеет 6-й левел. Может помочь ультимейтам. Плюс он на топе. Сейчас возьмет инвиз. И возможно куда-то попытается выйти. И сейчас крайне нужно аккуратно действовать в команде Crossroad. Если они будут агрессировать, то на помощь Зевс подоспеет. Конечно же. Здесь сапог летит. Плюс докупает себе аркан Буцы. Да, у Зевса, конечно, пока дела идут неплохо. Бруда по Тауэр. Грызут паучки. Нужно их как-то убить. В итоге паучки загрызают медведя. Грызут еще и Феникс. У Феникса также могут быть проблемы. Потратил он первый скилл. Который убегает. Но в итоге паучки, похоже, были замедлены. И не смогли его догнать. Либо то, что они были без паутины. В итоге паучков здесь Бруда отдала. Почем зря. Так, внизу Шейкер перекрыл. Прошу прощения, Вайпера. Аппарата там забрали, в принципе. Но Вайпер, к сожалению, тоже погибает. И Снайпер зарабатывает фраг. Первый для себя. Сам остался жив. Ну и что, пока счет 3-1. В пользу команды Just One Team. Аппарат возвращается после смерти. Вайперу. Вайперу нужно получать как можно быстрее свой шестой уровень. Погоня за Шейкером. Но фиссуры маны нету. Неплохой Соник Вейв. Скорее всего, аппарат также отсюда не уходит. Блин, к сожалению, в кулдауне. А Зевс там где-то убил Феникса. В миде, да, здесь Феникс помогал. А это даблкил от Квапы. Ну и счет становится 4-3. Более-менее. На боте оставили одного снайпера. И если его как-то подцепить. Брудмазер. Очередной фраг на Лондруиде. Пришла сюда Винга. Ну чем же она поможет? Скорее всего, сама также погибнет. Есть уже медалька у Брудмазера. И этот дабл... Нет, это не дабл. Зевс добил Вингу своим ультимейтом. Не пожалел. Я думаю, Бруда тоже не сильно расстроилась. В итоге этот паукан 9-й левел имеет. Топовый Крипстат. По Нетворсу также находится на первом месте. Там драка внизу. Вайпер убивает снайпера. И убивает также еще и Шейкера. Делает даблкил. Сам, к сожалению, отъехал. 2 в 1 разменялись. Постоянный экшен начался уже на карте. Ну и так, конечно, интереснее. Непонятно только, кому этот экшен выгоден. В большей степени. С одной стороны, да, дают пространство для фарма Лондруида у команды Кроссроуд. С другой стороны, этот Лондруид погибает. Уже две смерти. В любом случае, в Лейте этот персонаж очень сильный. А, ну и так же силен, как и снайпер. Ну и надо как-то убивать Брудмазер. Пока она себя здесь свободно чувствует. На вайпера нападение. Медальку повесила. И немного так паучками погрызла. Клопа нанизу. Хочет кого-то выловить. Вот здесь три персонажа. Что летит. Прилетают фейзы для снайпера. И снайпер спалил Копу. Копы есть ДД в Ботле. Боеспособна. Возможно, стоит стянуться наверх. Взять просветочку и убить Бруду, у которой достаточно мало здоровья. Здесь еще и Зевс. Не самый плотный персонаж. Ну и в итоге Зевс сам нападает. Ультимейт. Зевса нужно убить. Да, к сожалению, и Вайпер погиб. И размен один в один. Но это было под своим Тауэром команды Кроссроэр. Стоило, наверное, кому-то сюда прилететь в помощь. Либо просто пока на Брутмазер забили. Если соберутся в пятером, ее, конечно, заберут. Другие линии покидать тоже не особо хочется. Возможно, поэтому пока туда никто не стягивается. В большем количестве. Ландруид. Ландруид пока перетянулся в мид. С2 на 5. Тысяча монет. Так. Так. Доминейтинг от Брутмазер. И Вингу убьет. Винга. Паучки за ней. Феникс неплохо накидывает. Копа, кстати, Зевса убила. В миде. Корни прокают по Шейкеру. И Шейкер, скорее всего, отъедет. Или нет? Зевс. Двоих забрал. Просто халявные два фрага для Зевса. Ну и счет-то 11-7. Во всех, где только можно, местах происходят убийства. За товара пока не особо воюют. И здесь в итоге снайпер бьет Т1. Летит. Винга. Винга прилетела. И отпугнула снайпера. Дисконнект Брутмазер. И паузу, конечно же, поставят. Ну что, можно глянуть графики. Преимущества у команды Just One Team в 4000 по золоту и в 3000 по XP. Бруда себе Медас, кстати, докупила. И 2000 сверху уже есть. Бруда опережает довольно-таки неплохо. На целых 2000 ближайшего вайпера. Ну и с этой брудой нужно что-то делать. 4-0 есть. Стрикс бить. Соответственно, уже не так ей будет хорошо в этой игре. Снайпера Фейзы. Брайсер Роб оф Мейдж. Выход на барабанчики. У Феникса есть Супернова. Нужно, наверное, где-то с ней подраться. Желательно это сделать в битве за Тауэр, наверное. Драться в другом месте не имеет особого смысла. Бруда вылетает и ждем. Непонятно насколько, непонятно что случилось. Игроки ничего не пишут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока можно посмотреть модельки героев в 3D. Шейкер что-то задумался. Медведи здесь зоопарк. Ну и ждем. Да, релогается игрок. Время в принципе есть. По регламенту у каждой команды по 10 минут на паузу в суммарном счете. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока не заходит. Как долго, непонятно. Продолжение следует... Минут, наверное, 7 прошло уже. Продолжение следует... 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 Стоит она просто на базе. Ну и тем самым команда становится намного слабее. Зевс прикупил себе поинт-бустер. Ульта аппарата куда-то залетела. Ага, в мид. Прогнали Феникса. Челентач на снайпере. Снайпер будет бить довольно-таки больно. Если ему помочь. Вот, наверное, Шейкеру нужно подойти на низ. Хотя и нет шестого уровня, но Фисуркой поможет. Лондруид за счет того, что Брудмазер стоит на базе, может фармить АФК лес. Грубо говоря. Шейкер, проблемы. Четвером на него напали, и это минус Шейкер. Бруду, в принципе, еще могут дождаться. То есть, если зайдет игрок. Пока не так много времени прошло, не так критично. И все шансы могут себе вернуть. Ну, с другой стороны, команде Кросс Рот за это время нужно набрать как можно больше преимущества. Раз уж зашла об этом речь. Неплохой проказ. Зевс ультанул. В итоге Винга погибла здесь. Погибает также Феникс. Не успел, судя по всему, разультиться. И погоня еще и за Клопой. Но Клопа отсюда уходит. Шейкер, кстати, погиб еще. И размен 1 в 2. Ну, неплохо, достаточно. На дефе своего Таура. Неплохой проказ выдали. И двоих героев забрали. Клопа палится здесь на АПСе. А, нет, это свой АПСервер. Просто так помайковали. Увидел АПС. Соник Вейв. И минус аппарат. Но бежать отсюда нужно, конечно же, потому что Зевс иначе добьет. По артефактам, вайпер, механизм. Огроклаб, выход на ПКБ. Феникс, урна, сапог. Ландруид. Что-то прикупил себе. Я так понимаю. Ага, Сакрит Релик. Есть Курьерия. И в скором времени появится Радианс. А на миде, медленно, но верно, добивает Т1 Тауэр. Феникс Соло налетел на снайпера. Подключил Супернову. И снайпер тупо догорел. Аппарат ультанул. Но это... Не особо эффективным вышло. Смотрю на бруду, и мне реально жаль. Реально жаль. 5-0. Было. Но из-за того, что... Вылетел и не может зайти в стим. Команда теперь вынуждена терпеть. Очень плотно. И подходят уже к Т2. Начинают его ковырять. Копа. Пойнт Бустер. Став. Огр Клаб. И 500 монет сверху. Не хватает буквально чуть-чуть до Аганима. Не стала собирать Арчит. Первым артефактом. Ничего страшного. Эта пауза долго не затянется. На топе подходят крипы. Можно убивать Т1. Вайпер. Вапорейшна. Очень больно бьет. Скорее всего замерзнет. Но Мекку прожал. Пока ничего страшного. Бежит еще и за Зевсом. Наваливает Зевсу. Зевс отстреливается. Может погибнуть Вайпер. Вайпера высвапывают неплохо. Но это его не спасает. Можно было. Наверное сделать чуточку раньше. Феникса также забрали. Зевс скорее всего догорит. Это даблкил от Снайпера. Вингаз здесь тоже кстати погибла. Далеко зашли. Наверное не стоило этого делать. Ну и Клопа. Шейкер. Неплохой ульт. Реакция отличная. Клопа успевает. Все-таки разультиться. Забрала Шейкера. Но сама погибла. И размента получился неравным. Да. Тут немного итоги боя. Не все. Один в один только. Но размента получился гораздо больше. Четыре в два. Или четыре в три. Аппарат вроде тоже погибал. Учитывая, что вы играете четыре в пять. Такого нежелательно допускать. В дальнейшем проказ Шейкера, проказ Зевса и аппарата может убивать всю команду. Неважно играете ли вы втроем или в пятером. Мы должны это понимать, наверное. Теперь сгруппировались. Кстати, Родианс появился на Ландруиде. И пора бы присоединиться к команде. Винга. Зашла. В тиммейт аппарата не попадает. Шейкер отстанился. Хотел он здесь как-то подзадержать. В итоге сам погиб. Неплохо, в принципе, подамажили. А Вингу и Феникса успели забрать в Супернове. Вайпер. Вайпера настреливает снайпер. И убил его. А почему Ландруид не пошел с командой? Либо просто его не дождались? Тем не менее, стоило бы, конечно, пойти все-таки в пятером уже. Передвижение в сторону Рошана. Да, его, наверное, хотят забрать. Шейкер погибает где-то. Да, здесь клопа на него напала. Успела убить. И отблинковывается. Адульт аппарата не попадает. Зевс пока занимается ровно тем, что ищет ворды. У него это получается. Еще вот здесь, наверное, стоит прочекать. А тем временем Рошанчик упадет. В ближайшие несколько секунд. И с Аегисом, с Родианцем. Наверное, за один заход можно заканчивать эту игру. Еще Пайпа, конечно, не хватает. Для полной коллекции. Кто его будет собирать? Пока никто. Ну, возможно, в будущем это сделаю. В итоге Вайпер с Меккой и с Аегисом. БКБ нет до сих пор. Вообще пока не появилось после Огрклаба ничего особенного. На мишке Родианц это понятно. Здесь урна, здесь арканчики. А здесь аппарат. Немного подзагулял. И это минус аппарат. Да, прокаст дают. Минус Феник, кстати, минус Винга. Неплохо. Оно запрыгивает Клопа. Делает трипл килл. Погоня еще и за снайпером. Аппарат выкупился. Есть у него Айс Бласт. Попадет по Вайперу. Но этого недостаточно, чтобы спасти снайпера. Да и Вайпера тоже не убьет. В итоге три члена команды живы. И возможность зайти на Т2 как минимум есть. Т2 200 хп. Я думаю, можно и дальше. Пробовать пойти. Пошли контролить брудой. Можно поставить сеточку и подраться. Но, к сожалению, бруда уже поменьше левела. И не так просто это сделать. Плюс ко всему, там еще и Айгис на Вайпере. Мы не пошли. А что Лондруид? Есть же, в принципе, Сумон. А, где-то он, кстати, там воевал. Да, судя по всему. Прилетел Регеница. Ну тогда ладно. Шейкеру, наверное, хотелось бы нафармить на Дайгер. В итоге он дождался прихода Кваппы, которая не добивает, но Винга добивает. Неплохой тимплей показали и убили Шейкера. Хорошо. Инвиз. Квин оф пейн. Ну и сосредоточение возле Т2 Тауэра противника. К сожалению, опять же, не вижу здесь Лондруида. Непонятно, почему... Приди же ты уже к команде. Может, ему просто совестно воевать 5 в 4. Он решил дать шанс своей команде, чтобы силы были более-менее равны. В итоге снайпер убил Вингу. А сзади в это время Кваппара справляется с двумя. И с Тауэром. Тауэр также падает. Сюда пойдут? Я думаю, могут это сделать. Либо помочь Лондруиду сломать Т2 на низу. Да, так и делают. Туда перетягиваются. Копы Аганим и Дагон. Покупает. И причем его собирается грейдить. Пруда пытается откидываться, но это нужного эффекта не даст. Ульта Парейшна. Задел троих. Погиб еще и Самончик. И Самончика нужно вызвать. Вот о чем я и говорил. То, что с таким прокастом не так просто зайти на хайграунд. Будут еще пытаться здесь отковыриваться ребята. Что у Снайпера? Снайпер решил себе Сашу Яшу собрать. Прикупил перчаточку. В принципе, дэмэджи не так мало. Вот стреляют по Вайперу. В принципе, две тычки дать. А почему не добил? В итоге добил. Но там есть Аегис. Шейкер ворвался, но умер. Клопа. Далеко. Клопу нужно сейвить. Клопа прыгает. И Клопа выживает. Снайпер настреливает. В итоге от яда Вайпера погиб. Попал еще и под стан Суперновый. И это минус Снайпер. А тем временем падает сторона внизу. Или барак еще забрать. Я думаю, успеют. Зевсу дойдет. И Снайпер выкупился. Да, барак, наверное, тут не заберут. Ну и не так просто это сделать. Как мы видим. Решили потусовать пока в чужом лесу. Далеко уходить, конечно, не нужно. Дорошана еще довольно много времени. Две минуты до таймера. И смог. Хотят кого-то подловить. Навряд ли ребята будут выходить с базы. Зевс прочекал. Зевс, не ходи туда. Зевс. Не надо. Прыгает. Винга свапает. И это минус. Зевс, хотя прокаст неплохой дал. Забрал за собой Вингу. Аппарат ульт. Ульт аппарата, точнее, точный. Феникс пытался уйти, но, к сожалению, не вышло. А двоих-то забрали. И возвращается бруда. Спустя минут, наверное, 15 или 20 после того, как она вылетела, ставят паузу. Хотя паузу у них уже нет. Один ставит, другой отжимает. Ну, так делать тоже, наверное, не нужно. Должны и те, и другие понимать, что паузы нет. Ну, и получится ли теперь? У бруды ничего, естественно, не продавали. Меда сорчит. Да, и теперь тигра приобретает более серьезный поворот. Бруда, точнее, сразу пошла в погоню за кем-то. Кого-то нужно найти. Как же долго я спала, думай, бруда. Что вообще произошло? Какой сейчас год? И вот находит квапу. Есть арчит, арчит. Пригодился, квапа здесь погибает. Сняли с нее стрик, и бруда становится 14-м левелом. Она там была 13-й вроде. Леволочек зарабатывает. Блин, ну... Ой-ой-ой-ой-ой. Не получилось за то время, пока нет бруды, сломать даже одну сторону. Сломали только один рейндж-барак. И контр-пушем отвечают. Команда Just One Team. Бруда забегает сразу за Тауэр. Син-3 здесь спалили. Ну и легко, довольно без боя забрали Т1. Что же будет дальше? Ну и видно, да, по графикам было неплохое преимущество. 13 тысяч по золоту, но возвращают себе. Спирит жгет. Адеанс работает. Куда Зевс загулял? Зевс погиб. Шейкер погиб. И вайпера там, кстати, наказали. Клопа под арчитом. Брудмазер тоже неплохо жгут. Клопа выживает, а бруда нет. Феник залетел, супернову включил. Снайпер. Снайпер догорит. Просто догорит, но Клопа его еще добила догоном на всякий случай. Пятерых убили. Да, и теперь, конечно, очередной раз проблемы у команды. Just one team. Думали, что так просто они зайдут, учитывая, что до этого они не могли выйти с базы. Наверное, зря они это сделали. И в итоге четверых нет героев. Есть Шейкер, у которого есть проказ. Клопа решила разобраться. Есть догон Суник Вейвов неточный. На догон не хватает маны. Прыгает и просто с руки очень большой дэмэдж. Этого хватает, чтобы добить Шейкера. Клдаун небольшой на Суник Вейв. Но вот маны уже не хватает. Ну и что, подошли к Т3. Т3 сломали Бруда в погоню. Поставили Сентрик. Можно было, наверное, как-то ее цепануть. Или не решились. Брудмазер сверху 3000 золота. Если что. Что отковыряться и вообще что-то сделать в ответ. А тем временем команда Крустрот заходит на Рошан. Довольно быстро они должны его забрать. Да, вот еще подходит Ламбруид. Майлстром у него дополнительно имеется и Гиперстоун еще сверху. Выход в Кираску. В Кираске. В Кираске. В Кираске. довольно одно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смог Снайпер спалился, его высвапывают, моментально убивают Вингу, но снайперу также здесь не жить Шейкер неплохой ульт в принципе, в БКБ вайпер, хотя всех настреливает, Феникс еще и бьет, может кого-то спрятать, прятать по сути некого Четверых на самом деле уже убили, Бруда здесь только бегает в БКБ Байбек от двоих Бруду фокусят, Бруда погибает, это трипл килл от Квапы Ну и все, на этом сопротивление закончилось, падает сторона, нужно добить Барак на низу Ой, Квапа, куда же ты забежала? Мегакил отдает Шейкеру Но за это время Лондруид забрал на боте Барак Милишный На топ, к сожалению, пока зайти не получится, потому что стоит еще Т2 Ну и стягивается туда, дабы линию ту протолкнуть Инштаб Парэйшн, 14 уровень Логр Клаб Аганим, конечно, бы не помешал на этом герое Но до него еще очень далеко На Шейкере, скоро появится Даггер Ну и можно пытаться, можно пытаться дефить Хотя, скорее всего, в ближайшие несколько минут Может упасть и третья сторона Дождутся сейчас Квапу Она пока отдыхает в таверне Вайпер с бабочкой Если что Раз, все Дэйд расправился с Т2 И теперь, по сути Строений на пути к Т3 больше нет Есть только герои Которые могут помешать туда зайти Зевс с Аганимом и с выходом Как же он называется-то Вейл оф Дискорд, короче Для усиления своего magic damage Пруда на позиции Ну вот зря, наверное, так вышли Снайпер стоит Сразу же ловит корни в лицо Пытаются здесь отстреливаться Зевс Квапа попадает с униквейвом Это минус снайпер По дайспатам здесь неплохо все стоят Но Это не мешает пойти И дальше драться Убили Зевса Кого выбили Аегис Выбили его у лондруида Бруда, к сожалению, вообще ничего не успела сделать В этом замесе Хотя нет, она убила там венгу Ну да, она подралась Что-то там Но теперь-то Ей делать нечего По сути Отдефить она не может А бараки очень быстро падают Под лондруидом И это мега-крипы Отдефить мега-крипов Можно, но Очень сложно К сожалению, в этой игре Наверное, не получится этого сделать ГГ не пишут Но падает Т4-1 Т4-2 И вот ГГ Очень жаль, конечно Что Выкинула Брудмазер Возможно, шансов было гораздо больше На победу у команды Just One Team Но Пожелаем в любом случае Удачи им в дальнейших играх А команду Кроссроуд Я поздравляю с победой в этом фасткапе Молодцы Я же с вами, наверное, друзья На сегодня прощаюсь Подписываемся Не забываем На мой канал На Твиче Вступаем в группу ВКонтакте А воды я заливаю На YouTube YouTube.com Sltv.com Ссылочки все Вот они есть Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok